23 сентября состоялось первое заседание собрания депутатов Озерского городского округа 5-го созыва, на котором присутствовало 24 из 25 народных избранников. В повестку дня было внесено 8 вопросов, но определяющими были два ключевых момента. Кто станет главой округа, председателем собраний депутатов и кто станет его заместителем. В список для тайного голосования на должность главы округа депутаты предложили внести две кандидатуры – ведущего инженера по радиационной безопасности производственного объединения «Маяк» Олега Костикова и президента закрытого акционерного общества «Урал-гидромонтаж» Анатолия Лободы. При подсчете голосов оказалось, что за Олега Костикова проголосовало подавляющее большинство – 19 депутатов, а за его визави только 4. Таким образом, главой Озерского городского округа на срок полномочий собрания депутатов избран Олег Костиков. Надо отметить, что народные избранники с первого же дня своей работы начали экономить бюджетные деньги. Они решили, что отныне у председателя будет один заместитель, а не два, как это было в прошлом составе собраний депутатов. Полученная таким образом экономия пригодится на неотложные нужды городского хозяйства. Я считаю, что это решение очень правильное, потому что у нас предстоит смена нормативной базы в области местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований. И решение об единственном заместителе нам позволит, ну хоть и немножко, но сэкономить бюджетные средства и направить их на более важные, нужные дела. Может быть, это даже некий наш оперативный такой резерв. Я думаю, проблем в городе очень много, поэтому будем экономить каждую копейку. В список для тайного голосования на эту должность депутаты внесли три кандидатуры. Валентину Сылько рекомендовал местный полицовет Единой России. Кандидатуру Андрея Кузнеченкова, заместителя главного инженера производственного объединения «Маяк» по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства, предложил на заседании депутат Александр Откупщиков, а Геннадий Политаева на очередной срок рекомендовал старейший депутат округа Анатолий Лобода. В результате подсчета оказалось, что за Андрея Кузнеченкова проголосовало 16 народных избранников. Валентине Сылько и Геннадию Политаеву было отдано по четыре голоса. Неожиданно для многих заместителям главы Озерского городского округа был избран Андрей Кузнеченков. У главы округа, наряду с его большим кругом обязанностей, большую часть из них, значительную часть из них будут все-таки занимать некие протокольные мероприятия. Технологию по консолидации от нашего собрания должен будет взять на себя кто-то и этот кто-то, как показал голосование, буду я. Также депутаты выбрали из своего состава трех человек, которые вошли в комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Озерского городского округа. Это Олег Костиков, Дмитрий Белкин и Андрей Лучников. На первом заседании депутаты приняли решение, что новый состав народных избранников будет работать в четырех постоянных комиссиях, а не в шести, как это было ранее. Это комиссия по бюджету и экономической политике, комиссия по регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью, комиссия по городскому хозяйству и природопользованию, комиссия по социальной политике. Первые решения собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва приняты. 29 сентября начнет работать комиссия, которая назовет имя главы администрации округа. Генеральный директор городообразующего предприятия встретился с спортивной общественностью. На встречу с Михаилом Пахлебаевым были приглашены представители Федерации всех видов спорта, которые официально зарегистрированы и культивируются в Озерском городском округе, а также Сергей Степанов, исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа. В сентябре прошлого года на аналогичной встрече министра по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области Леонид Одер отметил, что Озерску нужна своя стратегия в области физкультуры и спорта. Прошел год, что изменилось? Залами мы обеспечиваем на 34 стопейками и плоскостными сооружениями на 50 вещей. Это по российским гормотинам. Это в процентах называют? В процентах называют, да. А вот эта ненавидная выпускная способность, она является одним из показателей работы органов местного самоправления. И каждый год эта вещь обращает внимание в области, когда мы сделаем свои отчеты. Но от этого зависит естественно. Будет сооружение, будет приток населения, которое будет заниматься не только спортом определенных там достижений, но и для своего здоровья заниматься физкультурой. О стратегии развития спорта и алгоритме необходимых решений дискуссии не получилось. Программы развития физкультуры и спорта в Озерском городском округе нет, отметили представители Федерации спорта. Как нет и взаимодействия со спонсовами, которые пока не понимают мотивов финансировать различные виды спорта. На встрече представители спортивных федераций не раз и не два высказывали мысль, которая давно витает в кругах спортсменов и спортивной общественности. Передать детские спортивные школы под единое руководство, управлению по физической культуре и спорту, администрации Озерского городского округа. Но этот вопрос, скорее всего, придется решать уже новой муниципальной власти. Подвел итог встречи со спортивной общественностью Михаил Пахлебаев, сам большой поклонник физкультуры и спорта. Везде, конечно, люди хотят здорового образа жизни, спорта в том числе. Тут все происходит, все это как больное, да, там это и сооружение, и какие-то средства, может быть, на формы, даже в Маггорном там секции спортивного ориентирования. Пристроек, в котором они там обитают, он не зарегистрирован, поэтому сейчас электричество отключили там, тепло, может, еще будет поступать или тысячи метров, хотя секция и для пацанов важна, и успехи у них там приличные. Сегодня, да, маяк переформатируется и от плановых убытков этого года переходит в прибыль там и в дальнейшем развитии. И вот эта ситуация болезни, когда еще, к тому же, все издали шоколадники. Вот, если хотели бы просто так, чтобы оно было типа по статусу. Вот, по статусу не получается, все равно сейчас надо все зарабатывать. Скажем так, наша история, это наше умение рук и голов, оно должно все равно облащаться в продукт, который должно пускать, нужным количеством, нужным качеством, и за это уже только зарабатывать деньги, получать. Поэтому сейчас на такую жизнь настраиваю, говорю, легкой жизни я вам не обещаю, будете пахать все. Все будем пахать. В Озерске завершился чемпионат Росатома по авиационным кордовым моделям. Параллельно проходили и областные соревнования по авиамоделизму. Поэтому на соревнования приехали ребята не только из Челябинской области, но и из городов Росатома – Озерска, Снежинска, Трехгорного и Сарова. Всего же в Озерск приехали 60 юных авиамоделистов. Перед началом соревнований к ребятам обратился генеральный директор производственного объединения «Маяк» Михаил Пахлебаев. Дорогие дети, у вас есть такой шанс, очень большой. Занимаясь сейчас кордовыми моделями, моделированием и процессом соревнований, вы имеете шанс вырасти в специалистов, которые очень расслаблены будут в стране и служить даже во многом обороне нашей страны. «Маяк» откроет с радостью свои двери для вас, когда вы поступите в том числе в учебные заведения, которые находятся в периоде Росатома, их закончите. Я рад, что вы все объединены и желаю вам всего самого доброго. Добрый путь! Озерскую команду возглавлял любимый многими поколениями воспитанников станции юных техников педагог Виктор Думинек. Авиационный клуб «Вулкан», созданный на станции юных техников, уже много лет представляет наш город на соревнованиях различного уровня, в том числе и международных. Двое ребят приехали из Еткульского района, единственного в области сельского авиамодельного кружка. В селе Писклова, где живут и учатся ребята, всего семь улиц, до районного центра почти 60 километров. Так как помещения приспособленного нет, мы занимаемся у меня дома, то есть у меня во дворе дома пристройка, избенка пристроена. Вот мы там, я натоплю печку зимой, они приходят ко мне после школы, и вот там мы делаем, строим самолеты и всю зиму готовимся к соревнованиям. Самый старший участник соревнований приехал из Челябинска. У него очень нравились самолеты. Я как узнал, что есть у нас такой клуб в Челябинске авиамодельный, я в него пошел. Давно ходите? Пять лет. Судьи соревнований отметили хорошую организацию и разрушный прием озерчан. Результаты неплохие. То есть, конечно, есть, которые еще только учатся, но и среди выступающих можно отметить 3-4 человека, которые, несмотря на то, что еще достаточно юном возрасте, по 11, по 12 лет, но уже полностью выполняют комплекс, так сказать, на норматив примерно, ну, посчитают еще секретари, но я думаю, там в районе третьего взрослого разряда. По результатам трех дней соревнований в Челябинской области первое место завоевали озерчане, второе место заняли снежинцы, третье – челябинцы. В чемпионате Росатома победу одержала команда из Сарова. На втором и третьих местах – юные авиамоделисты из Снежинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова